всем доброе утро мы с вами по-прежнему на канале владельская и сочи все время забываю призвать вас подписаться и поставить лайки только что вспомнил но сейчас зацените подгон как вы понимаете я еду на автомобиле и в вашем правом верхнем углу ничего не видно это михаил не дал такую специальную зарядку она еще и с этим и зарядка короче держатель для телефона в автомобиле ну там вот чуть-чуть правом нижнем углу есть еще маленькое черное пятнышко но я думаю это не столь значительно не столь важно картинка намного лучше чуть-чуть повыше но картинка картинка осталась та же вид чуть-чуть получше по идее должен быть когда-нибудь со временем я его освою и вот будем практиковать съемку теперь вот так скоро вообще у меня все лобовое стекло автомобиля будет занято чем какими-нибудь приборами камерами не знаю прожекторами и подсветкой хотя вряд ли так ездить но мы друзья отправляемся кстати вот это ведь эта дорога дорога с аэродрома на море вот она здесь и кстати здесь уже видите обратите внимание джипы типа у вас ну а что мы делаем сейчас куда мы едем для вас большой большой секрет который он скоро раскроется друзья мои мы едем с вами поселок саванники уже давно и долго меня просят посетить этот населенный пункт я бывал там честно скажу хочется еще раз по вашим возможно там встретим марину опять же я ее без красного чемодана вряд ли узнаю или на это моя подписчица и она сейчас отдыхает поселке слоники возможно она узнает меня либо по руке либо по ноге а может быть даже видела как-нибудь меня в отражении в зеркале магазине итак друзья мы покидаем поселок лазарская практически сейчас мы едем с тормоза и наверно я включусь уже там уже ближе к будет причеты разогнался ближе к солоникам мы не будем платить пленку и аккумулятор хотя у меня же сейчас теперь заряжается телефон одновременно лишь бы он не перегревался только вот это немножечко тревожит ну что же вперед-вперед-вперед-вперед солоники ну что друзья до указателя поселок солоники остаются буквально считанные метры я их посчитаю вот он я вижу его солоники обалденный вид на море уже видны крыши домов а мы с вами едем традиционно на улицу тихорецкую так как улица тихорецкая одна из самых но я бы сказал самая самая что она есть туристическая улица в поселке солоники и так друзья я уже переговорил мы с вами солониках как говорится на тихорецкую там или песенку мне состав отправиться или в общем я не знаю что там сделать со составом короче мы с вами друзья уже на тихорецкой я помню убедительную просьбу про тихорецкую 20 очень убедительно просили мне показать и сейчас наверно туда и доберемся обратите внимание на новый асфальт я его показывал предыдущих там наших видео рассказывал показывал так что уже есть вот видите классный как и переводчи все здорово идешь по хорошей дорожке правда узенько немножечко на такая знаете значит пропустим от ребят 134 региона сюда поехал видите на авито это не авито авито это другая компания ну что сказать не свойственно не свойственно для солоняков вот такая пустота очень не свойственно обычно в это время здесь тут такие толпы я просто вспоминаю периоды когда я сюда заезжал тут был вообще народу полно новую сейчас честно не такая бедра во всех населенных пунктов пока еще боятся людей ехать хотя я думаю скоро скоро поедут вот тихорецкая 20 домашняя кухня все работает вот домовладение я по нему рассказывал как-то даже отличная кафешка есть где покушать тенёк хорошо прохладно красиво тихорецкая 18 вот этот здоровье отличный домик такой красивенький нет а действительно 20 смотрите какие цветы какая кафешка не помню несколько лет назад здесь было было не так красиво а теперь вот столько зелени вообще здорово красивый угол такой классный классно классно эти горецкого смаза открылись ложечки сувенирчики экскурсиями уже так будет вот кстати тут тоже уже с магнитиками а мы идем с вами в сторону моря конечно куда еще идти можно приморском поселке продается каштановый мед кстати я люблю каштановый мед очень вот именно каштановый липовый мед я не знаю почему липсик ко мне липовый мед бананы цветочки я вспоминаю наши прогулки весенние ранее весной когда там были которые начал снимать на качу первые первые мои при поездки солоники и как-то было сыровастенько да не то было а сейчас вот смотрите яркие цвета цветы и людей же побольше было побольше стало было что же несута вот труба помните показывал крас классно вообще так все заразло так вообще ветерок чувствуется легкий ветерок но это может даже и хорошо не жарко улица тихорецкая маленькая улочка даже тут люди заставили сделать степлянные такие заборчики все что пляжные товары пожалуйста все здесь есть все здорово и красиво и где-то здесь гуляет пирина сейчас где-то здесь столовая пожалуйста уже потихонечку открываются уже работают я бы сказал можно все купить по 100 рублей я бы купил по какой-нибудь там я не знаю вольсваген торык настоящих за 100 рублей но я думаю за 100 рублей мне его никто не продаст вот это вот есть такая маленькая проблемка в общем как вы понимаете за 100 можно купить не все местный шарик загорает тут вот на балкончике красивые цветы это вот киви судя по всему вот так вот распустился на такие видите как красиво растет только-таки под заказ вкуснятинка сладости всякие цветочки а мы идем дальше кто-то крапит перед своим киоском святой водой надежды на привлечение покупателей ну дай бог чтобы у них все получилось а хачапури пицца в общем улица жила ребят не главное мне главное не прозевать время видимо он провинился собачка не пускают домой такой жаркой посмотрите везде сдаются номера сейчас сейчас действительно везде сдаются многие просто все кто бронировал ранее они испугались отказались от поездок а теперь все переносят в основном на июль месяц то до июля то уже осталось то я не знаю сколько осталось дружи завтра конце июля если не сегодня вообще воде какой сегодня число нифига уже не понимаю ну да ладно нет но все равно скажу вам так что в солоняках очень мало людей очень мало вообще никого нет практически этого для солоняков это вообще ничего никого ничего то ужас просто люди вы где а наверно все на пляже кстати вот и так пляж солоняки вот где-то там где ветер начинает все движение находится поселок лазовская 15-го колеса обозрения даже невооруженным глазом ну что пойдемте на пляж там а то мы посмотрим кстати колесо обозрения и все все посмотрим короче все где-то здесь загорает ирины возможно сейчас пусть блин с этой коленкой чуть не намахнулся мне еще этого не хватало пляж солоняки такой знаете ассоциация вот это еще одного салита далеких тридцатых годах прошлого века блин то где люди теряют ребята ребята реально нет никого пляж действительно полупустой с одной стороны конечно это здорово это столько места и все ваше все ваше полностью будет весь пляж для такого огромного здорового просторного пляжа людей практически нету даже как-то немножечко просто но есть свои прелести те кто есть те кто здесь отдыхает сейчас тому зато хорошо это тоже прекрасно на себя чувствует где-то здесь она будет как красный чемодан красный круг с указателем бросают опающими честно говоря я не знаю попробовать тяжелые эти круги или нет а то может таким кругом можно немножечко и зашибить если честно там вон до вдали дракоша но солнце делает свою работу слепит нам камеру поэтому проще будет снимать противоположной стороне я сейчас пойду тоже под помочу ножки в солоняковском море до дракона я уже не пойду драконов что ли не видели у меня самого дракона там на балкончике стоит дракарис возможно ирина увидит человека с телефоном в руке хотя тут таких наверное немало и поймёт что ли я припелся мочить лапы свои но в черном море поселка солнце ну что ж водичка изумительная ребят теплая прозрачно но ветерок немножко делает свое дело самую малость портит наверное настроение не может он испортить настроение все классно купаться тепло и комфортно горки люди катаются прикольно кстати в свое время мы с михаилом тоже пытались заниматься таким бизнесом хотя больше наверное занимался он чем я я только собирался приобрели такой блок на один конец этого снаряда прыгаешь на другом сидит другой человек и под давлением воздуха его выстреливают в воду скажу честно бизнес провалился не пошел понесли убытки блок был кстати подарен одному товарищу кстати здесь соломяки я не знаю дошла ли до вас моя это слезная история про блок так как я не заметил что выключился телефон так хотел пройти по пляжу по набережной показать вам в обратном направлении там но я смысла большого не вижу так как там ничего еще не готово а вот в это точнее и солнце посвечено в сторону другую смотрят а вот в эту сторону могу показать вот вам люди на пляже соломяки равномерно распределились но сейчас уже видимо все идут домой сейчас просто сами понимаете погодка такая хорошая несмотря на то что ветерок вроде бы кажется не очень жарко но по факту солнце печет очень даже хорошо вот когда вы как будто курочка-гриль полежите тут на солнышке под ветерком вам будет казаться что прохладно ну а когда прийти домой сметаны не напасетесь фанатов с вами сметана ну кафешка видите не работает ничего пока еще столовая не работает но будет работать я так думаю попозже смотрите какие вот это вот мне нравится правда он уже немножечко состарилась чем-то напоминает мне еврейский квартал Евпатория очень я не знаю чем нет не тем что она такая обшорванная а вот как-то нарисовано так тепло с душой как-то прикольненько фонтанчик тоже нарисован кафешки вот это должно быть наверное а может быть это Греция это же солоняки ребята точно это Греция ну что прогулка по солонякам надеюсь нам удалось вот посмотрели вкратце саму набережную да пока еще пока еще как бы вот так сейчас пойдем еще посмотрим в сторону Лазарьской ситуация такова же и очень мало а ветром было на сей момент еще раз охвачу вам пляж поселка солоняки к лодисам не пойдем сегодня там она в засаду лечь а то еще придут какие-то одни мужики что я там сидеть посмотреть интересно если вы все там что это можно искать сюда что это как-то я что-то вот пляж солоняки со стороны Лазарьской медленно 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 веду камеру вон человек снимает то ли себя то ли меня подпущая меня снимает я уже звезда практически ко мне так здороваться подходят подписчики на улицу уже узнают по голосу кстати представляете вот так вот вот такая ребят ситуация что хочу сказать ну если вы приехали отдыхать на море вообще идеально то есть людей мало моря много все хорошо со столовыми тоже я так думаю это не беда небольшая проблема то что на пляже не работает пока столовая ну и что что не работает зайдите в окно на улицу Тихорецкую там есть где пообедать и в завтра где даже поуживать магазинчики маленькие частные работают думаю все будет хорошо да уже хорошо кто приехал тому хорошо по поверьте спросите у любого хорошо им или плохо хорошо конечно сейчас бы какую нибудь ласточку посмотреть чтоб она проехала люди стоят ждут не знаю возможно скоро и поедет какая нибудь ласточка судя по тому что они ждут с этой стороны скорее всего ласточка поедет в сторону Сочи вероятнее всего но я наверное не буду уже дожидаться просто покажу вам Сочи там ребята и Сочи там идем вот на море вот такой вот пляж в поселке Солоняки на сегодняшний момент сегодняшний день много кругов обуви в общем все все сопутствующие товары которые вам могут пригодиться для отдыха в поселке уже как бы есть они завезены и ими их можно свободно приобрести ну а людей как всегда знаете так я уже говорю мало вот есть небольшой недостаток вот улица Тихорецкая это что извините слишком слишком узкие улицы вот даже вот такие большие ку седьмые с 52 региона стоят и так вот на улице не дай боже как говорится нечаянно кто-нибудь зацепит ну надеюсь все будет хорошо зато так очень уютно и так знаете как то по доброму что ли я не знаю как передать свои ощущения от поселка Солонки вот такой вот действительно классный южный поселок красиво в принципе чисто зелено все есть все что вам необходимо для отдыха и вот устали от городской суеты приезжайте вон и пиццы и по хачапури по аджарски пожалуйста вам все вас тут накормят и напоят и спать уложат домов слава богу хватает но тем не менее людей к сожалению пока мало так национальный местный точнее колоритный разговор опять же киви красивые ну а я удаляюсь от моря иду в сторону автомобиля поедем обратно миссию солоняки я выполнил кстати вот работает магазин продукты пожалуйста если вам необходимо что-нибудь приобрести все здесь есть топаем топаем по узким улочкам поселка слоняки экскурсии уже вот видите уже частично работают пока вот это вот еще закрыто а там дальше где-нибудь открыто привозят вон свежий хлеб шашлычный дворик пожалуйста шашлычки уже тут уже свеженькая все все свеженькое привозится сюда все все здорово короче только вас не хватает как в песне и только вас не хватает чуть-чуть да даже не чуть-чуть вот вот с Ириной мы к сожалению не встретились все время близко около ходим то по вокзалам то вот здесь в солоняках красиво пятер дворик на Тихаревской 19 много зелени прикольно но пусто ну что касается соотношения наверное населения лазерских и солоняков конечно же не соизмеримы лазерская гораздо больше все-таки ну соответственно и гостей поэтому больше ну и здесь хорошо даже отлично вот так вот хороший отдых люди уже вон интересуются туристическими маршрутами видите будочка работает ну я надеюсь вы уже просмотрели мой ролик тоже я снимал практически брал интервью у Ольги Ольга правда осталась за кадром но зато много интересного нам рассказала в общем все здорово вот пожалуйста экскурсии все есть все по взрослому Тихаревская 20 вот этот красивый домик в зелени кафешка кафешка видимо еще подготавливается к работе а может уже и работает я не знаю нет еще идет подготовка подготовка еще нету пока закрыто столики моют намывают но я думаю что скоро очень скоро Тихаревская 20 как столовая я имею ввиду заработает уже окончательно на сей момент все-таки пока больше это частное домовладение которое тоже сдается вот вот еще раз покажу вам это место и 18 дом который мне очень нравится еще раз обратите внимание он под зонтиком прям как 30 точно я уже говорил прошлые не знаю может зонтики ох смотрите как зонтики большие другие а только такой вот смотрите как красиво сделано камешками морскими лаком очень красиво так интересно нам тоже надо будет задуматься над этим вопросом что 22 о 25 извините очень интересно вот тоже красиво красиво так надо пропускать людей сдаются везде комнатки и все зеленые ну что друзья все миссия солоняки уже точно выполнена окончательно да я понимаю что я не был на противоположной стороне там тоже есть но я прошелся по самой так сказать самой туристической части поселка вот взялся жилье со всеми удобствами и стоянка пожалуйста в хлебный магазин в общем друзья я опять заболтался не заметил как выключилась камера не знаю как долго я болтал в пуст выключенный телефон ну миссия солоняки считают закрытой на ближайшие тут минимум пару недель точно а там посмотрим как сколько людей все друзья всем пока до новых встреч в эфире до новых встреч